Всем привет, друзья! Я еду в поезде, и знаете, первая моя мысль, когда я сел в поезд, это то, что скоро на таких поездах я буду ездить к вам в города. Да-да, вы не ослышались, я буду ездить к вам в города. Поездочка намечается крутая, я очень устал в Москве. Да. Также скоро видео про мою одежду. Люблю аэропорт, за то, что здесь чувствуешь какое-то умиротворение, чувствуешь спокойствие. Наверное, потому что ты уезжаешь из Москвы. Бог так говорит, наверное, но... Можно. И мое путешествие уже начинается с желтиного юмора. Мне было очень скучно сидеть и смотреть на обычную улыбающуюся девушку, поэтому я сделал из нее... ...типичную русскую алкаш-пузину. Если я ношу кандибобер на голове, это еще ничего не значит. В этой видеозаписи вы не найдете ничего особенного, кроме... ...правильно. Красного кандибобра. Рома забыл, что в Москве не Майами. Все здесь так странно на меня смотрят из моей одежды, но на самом деле... ...это не я странный, это они странные. Я не вижу ваших рук. Субтитры делал. Субтитры делал. Субтитры делал. Субтитры делал. Субтитры делал. Субтитры делал. Йоу, всем привет, я уже в Таиланде. Здесь обычные такие вот небольшие какие-то киоски. И это, в принципе, и есть весь город. Он состоит из таких непонятных магазинов дешевой еды, дешевых фруктов и нереально вкусных морепродуктов. То есть, господи, я люблю кушать, поэтому я здесь. Был отличный полет, очень быстро долетел, вообще без проблем. Самое крутое, это когда ты из мороза. Блин, минус сколько у нас там в Москве было. Но, попадаешь в жару, здесь плюс 30. Йоу. Еду в Магадан. Огромное количество байков, соответственно, огромное количество аварий, потому что они ездят наравне с машинами. Если вы наберете в интернете аварии, ДТП в Таиланде, то вы просто офигеете, потому что там кишки, кровь. Но знаете, ничего страшного. Таиландцев много. Добрый Рома. Сфоткала? Сфотка на ладошке обязательно должна быть. Короче, сейчас вы увидите, как, собственно, проходило мое приключение. Потому что номер у меня очень крутой, и тут его пока не очень хорошо видно, но я вам обязательно сделаю по нему экскурсию чуть-чуть позже. Но вы просто посмотрите, как красиво. 7 метров джунгли, короче. И Рома желудь, йоу. Я не думаю, что желуди растут в джунглях, но все равно. Это такое мое. Это такой лесной мальчик. Фак, еее. Сфоткала? Ни хера ты не сфоткала. И даже в такой атмосфере релакса я не забываю про своих поклонников, и каждую секунду сижу в твиттере. Даже в бассейне. Йоу-йоу-йоу. Знаете, что страшно? То, что здесь вот такая вот прозрачная штука, а там джунгли. Сфоткала? Сфоткала? Да что ты фоткай? Огромный бассейн в моем номере. И даже здесь я снимаю видео. Фу! Блин, ненавижу! Какая, какая жесть! Вот это я просто не на... Нет, нет, нет! Знаете, в чем проблема? В том, что здесь, куда не придешь, везде есть странные насекомые, которых я просто ненавижу. Мне все время казалось, что это такие... Такая звуковая озвучка, типа... Но теперь для меня дошло, что это вот такие вот огромные жуки. И, кстати, я ненавижу насекомых. Любых. Это... Это может быть даже божья коровка. Я ненавижу насекомых. Потому что они плавают в бассейне. Они пытаются отложить яйца на вашей еде. Поэтому очень прошу вас, поставьте пальцы вверх, если вы тоже ненавидите насекомых. Лучше поставьте палец вверх, потому что они также пытаются отложить яйца на ваших яйцах. Мой домик. Компьютер, интернет. Сижу вконтакте. И знаете, что страшно? Сейчас покажу. Всем привет! Сейчас иду на экскурсию, на которой нужно висеть... ...влочить свое жалкое существование... ...по джунглям. Джунгли, джунгли, джунгли. Там еще не только нужно его влочить, но тебе еще нужно проходить испытания... ...на джунглях. А еще сейчас в 4 утра по Москве. Лайк. Ну что могу сказать? Впервые встав в 4 утра по Москве, я счастлив. Вставы в Венето. Да, у них тут своя атмосфера. При том, что вот в таких вот деревнях, ой, что я говорю, джунглях, даже есть домики, и они здесь просто живут. Вы даже не можете представить, какие здесь есть дикие животные. Такие, как я! Или наши соотечественники. Смешная шутка, правда? Привет, друзья! Меня зовут Ромас Штро Ицил. Сейчас я пойду на плантацию. Да, я хотел на экскурсию. Мне кажется, мне сейчас дадут вот такие вот тяпки, и я буду возделывать до заката. Мне дали вот такую вот штуку. И мне показалось, что я сейчас в игре Майнкрафт. Ну не, не раскалывается вроде. Вот сейчас мне страшно, потому что... Вот сейчас очень страшно, реально говорю. То есть, если вы, ну, по своему мету, вы этого делать не будете. Я не готов. Я думаю, что метров 50 вот эта дорожка. Вакханалия только началась, а я уже хочу домой. Может, вам не видно, но здесь метров 70, короче. Я, конечно, не давлю, но... Там кто-то... Кто-то там, короче. Я, конечно, не любитель поругаться матом. Вот обязательно попробуйте здесь походить без рук, потому что это очень страшно. Чувствую себя Верой Брежневой. В рекламе... ...рексоны. И тут Рома понял, что хочет быть домашним животным. Я, конечно, не давлю, но сейчас я буду обильно падать вниз. Спасибо. СМИМНОНИТОРНЫЙ БАЛИНОРНЫЙ 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 Кりéis. Воу-у-у-у-у! Сейчас будет, да, на нем 90 метров. И эксперимент эти ребры. И это... Ву-у! И теперь кончимzers. Иди сюда! Это очень... П client? М wash Tim? Пial came to Pima. If you haven't asked... Well, you haven't asked me when we can plan I can buy it. Made out by you. But how? You can also... Bro you can do that? Это самое страшное, что вообще есть здесь, по-моему. Пожалуйста, можно не резать? Это было моё путешествие по джунглям. Надеюсь, вам понравилось, и я не знаю, кто ещё у нас в России может показать вам, собственно, этот мир путём каких-то своих незатейливых видосов на свою камеру. Причём мне 16 лет, и я делаю для таких же подростков, как и я какие-то прямые трансляции делаю. Показываю вам мир, короче. Благодаря вот этой вот маленькой штуке вы сейчас видите мир моими глазами. Но самое главное, если вы решили всё-таки посрать в лесу алтайские листья, нежные прикосновения каждый раз, мягкость и лёгкость, всё лучшее детям. Всем привет! Привет! Вот такое вот у меня утро с любимой музыкой. Нет! Нет! Сфоткала? Нет! Сфоткала? Нет! Да что ты фоткай давай! Нет! Что ты, блин? Я видео снимаю. Что? Я видео снимаю. Последний раз носил конверсы, наверное, в Майами. Кстати, вот здесь и вот здесь будут мои влоги из Майами. Часть первая, часть вторая. Йоу! Посмотрите их, потому что они интересные, и вообще все мои влоги интересные. Плейлист со влогами будет здесь. Это уличная магия, пацаны. Специально, чтобы показать вам всю прелесть Таиланда, я решил заказать офигительные морепродукты, которые только что плавали в море, и сейчас будут у меня вот здесь. И за какие-то просто копейки, если сравнить цены в Таиланде и в Москве, то можно просто офигеть, потому что манго, которое у нас в Москве там еще нужно найти, здесь стоит просто 10 рублей. Вы меня слышали? 10 рублей? Килограмм манго или любого другого фрукта 100 рублей. У нас яблоки дороже стоят. А еще я заметил там что-то очень вкусненькое. Интересно, сколько это стоит? Сейчас узнаю и скажу вам. Конечно, не доблю, но это стоит 1 доллар. Не знаю, куда бы поехать с камерой, чтобы вам было интересно, но я хочу покататься на слонах, хочу на острова, хочу еще раз на острова. И вот, это тоже очень крутое шоу. Советую всем сходить. Сниму вам оттуда видео. Вы меня извините, но свежевыжатый сок арбуза сколько стоит, по-моему, 70 рублей? Почему такая? Извините меня, раздевайте. Знакомьтесь, мой новый друг. Красти Краб. Избек полный. Вот такой вот краб стоил 300 рублей с настоящим... Ааа, страшно. Короче, очень вкусно, дешево, и если вы будете в Таиланде, вы обязаны это попробовать, я вас заклинаю. Я вас спрашиваю, блять. Рома счастливый мальчик. Два доллара. Ааа! Это очень вкусно и очень полезно. Особенно я люблю вот этих вот малышей, которые стоят здесь просто... Я не знаю, где они взяли такие расценки, но блин... Почему такая, извините меня, разноценка? Ааа? Мне кажется, Илья слишком часто говорю про цены, как какая-то старая еврейская бабушка, поэтому... Короче, знайте, что все вкусно, дешево, и... Избек полный. Я ставлю лайк. Ставьте пальцы вверх под видео, если вы так же, как и я, после каждой гребаной трапезы говорите себе, я больше никогда не буду жрать. Вот так вот смотришь на сувениры, просто радуешься жизни и находишь здесь наушники Monster Beats. Всем привет! Приехал на следующую экскурсию. Здесь такой необычный город с различными магазинами, поэтому советую всем абсолютно сюда сходить. Здесь нереальное шоу, на сцене больше... больше двадцати, там, не знаю, сколько... миллион слонов, короче. Напишите в комментариях, в каком мультике вы бы хотели жить. Допустим, я бы хотел жить в Bikini Bottom. Просто здесь все напоминает мультик, и... мне поэтому стало интересно. Вы не ругайтесь. как будто я голову отрубил. так волшебно, и это все мини-игры, которые очень для Петрова желудь, и... и по традиции... я трогал здесь. Какая большая, ух! Так бы съел. Но самое приятное в этом всем, что после этого следует... просто нереальнейший банкет какой-то. Там, наверное, вместо четыре тысячи, и все люди едят, и... там столько еды, что можно ужираться. Кстати, я пьянею от еды. Я заметил недавно. Жестное состояние... удовлетворенности какой-то, и я начинаю пьянеть. Знаете, лучше так пьянеть, чем от алкоголя. Никогда в своей жизни я не снимал шведский стол в отелях, в сведениях. Потому что я считаю, что это ненормально. Это тупо. Но сейчас я сделал это впервые вообще в своей жизни. Поскольку я люблю пожрать, я откровенно вам заявляю, что попал в рай. Потому что вот это вот все... Ну, как бы я сижу в холупке еще, можно сказать. Потому что вся еда, она там, на той стороне. И знаете, там есть все, от суши до... до борща, поэтому... Слушайте, знаете, что я подумал? По-моему, в моих видео слишком много еды. Может, я сделать кулинарную рубрику? Но нет, тогда туда попадут все мои видео. Помните, что я говорил насчет пьянства и еды? Так вот, я в говно. Зачем нужна водка, когда есть еда? А лучший наркотик для меня — это шоколад. с самой большой зависимостью в вашей жизни. Я желаю вам только этого. Лучше это будет шоколад, чем алкоголь, сигареты или... что еще хуже... что-то посерьезнее. Вы когда-нибудь видели столько людей, которые одновременно едят? Я, наверное, пробуждаю в вас аппетит, но... Блин, кушайте больше, потому что... Девочки, если вы считаете, что вы жирные, ты самая красивая девочка на свете. Да-да, именно ты, несмотря на то, что ты жирная. После моего обильного опьянения я пришел в какое-то супер красивое место. Рынок на воде окажется и... Мне так это страшно, что на меня смотрят русские. Они прям смотрят, смотрят и пытаются понять, что же я делаю. Почему же я разговариваю с айфоном 5? Они думают, что это совсем forever long. Но мне надо срать. Потому что они тупые. Все-таки из всех животных больше всего мне нравится слон. Он такой необычный и своим поводом может делать много чего интересного. Мне страшно. Бедные животные, которых вот так вот эксплуатируют. Она хотела меня обнять, чувак. Она хотела меня обнять, блин. Спасибо, блин. Ну и специально ради вас. Сейчас Рома впервые в своей жизни будет кататься на слоне. Вот она, кузница. Фотография для одноклассников. Страшно. Бедный, бедный слоник. Бедный слоник. Мне страшненько. Бедный малыш. Малыш волосатый. Как яички. Я не знаю, мальчик это или девочка, но он попахивает. Очень странные ощущения. Спокойствие, умиротворение и запах слоновых какашек. Рома купил еду для слона и понял, что это трусниковый сахар. И решил съесть ее сам. У него коба живет в своей жизни. У него как будто огромная кобра, это очень страшно. КОНЕЦ Мне кажется, он меня уже не любит. Все, ушел. Пока, малыш, пока. Что мы видим? Крокси Лимит Эдишн. Знаете, что я хочу сказать? Я никогда в жизни не буду общаться с человеком, который носит Крокси. ... Если видите, все идет на шоу, а я иду с него. Ну, в смысле, я не посмотрела его, потому что я увидел его в прошлый раз. Просто, если честно, мне очень плохо Я не знаю, что со мной, по-моему, я простудился, у меня очень сильно болит голова Поэтому я лучше пойду в бассейн Ну да, домой Просто я это шоу уже видел, и несмотря на то, что у меня температура Наверное, 39, я приехал сюда только для того, чтобы Только сказать вам, чтобы вы сделали для себя, приняли решение, стоит ли вам сюда ехать или нет Пошел-ка я отсюда Это шок Всем привет, даже не знаю, как вас называть Все время мне приходится называть по-разному Дети мои, вот такое вот у меня утро Вот такое вот я Я совершенно не часто болею, но если болею, то Прям так Ух Сейчас поеду на острова, собственно Самые крутые острова здесь в Таиланде Поэтому вы убейте меня с обезьянками Ну я, наверное, сейчас сам похож на обезьянками Всем привет, решил провести вам небольшую экскурсию по острову Называется, ну это серия островов, так скажем, пхи-пхи Здесь очень много чего интересного Если вы помните, фильм «Пляж» снимался у меня здесь Только что на моих глазах обезьяна свалила ветку и пипец Еще мне раздражает количество русских людей, которые фоткаются с деревьями и с пальмами Тупые У них никогда не получится таких фоток, как у нас с вами Единственная проблема всех этих экскурсий Это огромное количество тупорылого народа, которые Только и дело, что фоткаются с каждой веточкой Да, я мисантроп, теперь вы знаете правду В прошлом году здесь не было никого Она по 2012 Я даже не могу найти место, в котором я смогу остаться один с камерой Все-таки, знаете, может быть, это так и кажется, что это все так просто снимать Но на самом деле очень сложно ловить на себя эти взгляды К этому нужно очень долго привыкать Я сейчас иду с камерой, меня смотрят просто все Это не мне так кажется, это на самом деле Закапывай, суку Выкидывай, суку Мы не можем ее одну бросить Выкидывай, суку Вот, здесь будет норм Ой, мать, ну все прям идут и говорят Ой, а че это мальчик сейчас сам снимает? Он че дубанул? Так вот, знаете, что я скажу? Мне надо насрать, но если вы говорите, что это просто То просто попробуйте идти по улице и говорить Можно сказать, самим собой Еще при этом думать, что ты говоришь И при этом пытаться вообще как-то Говорить интересно Меня насильно заставили одеть кроксы Сейчас Рома будет обильно погружаться в фиш-спа Мне кажется, люди просто так и не понимают, почему я Если честно, это просто омерзительно Я серьезно говорю В общем, я не понимаю, в чем прикол этого, так скажем, спа Но, знаете, ну попробовать стоит Может быть, вам и понравится Я не могу рассуждать за ваши чувства Но мне совершенно, то есть Ну немного даже омерзительно, если честно Вот в таком положении я езжу на машинках в Таиланде Лего А я все еще болею И все еще не хочу ныть вам о том, что я болею Но я болею Но я все равно сниму вам видео Первое мое видео из примера с ней Я напоминаю, что я болею Не надо меня критиковать за то, что у меня красный нос Здесь на самом-то деле Я просто в шоке, потому что есть действительно крутые мужские вещи О, неужели? Кстати, скоро видео про мой Стайл Как обычно, покупаешь себе крутых вещей И потом Первое время говоришь себе, типа Вот, буду носить, ура, только это Но потом через три дня эта вещь оказывается лежать И где-то Боже, а я такой страшный, что ли Такой ужас Мне нравится то, что в магазине играет Лана Далерей Магазин Playboy, между прочим Yo, Swagga, Nigga То есть Реально можно найти крутые вещи Самое главное Которое ты просто ни на ком не найдешь У себя в городе Девочки, приезжайте в Таиланд Здесь вы обильно кончите Мальчики, приезжайте в Таиланд Здесь вы делаете так, чтобы ваши девочки обильно кончили Тема шипов уже немного изъезжена Но все равно я их очень сильно люблю Раньше шипы можно было увидеть только на Леди Гаге Теперь они везде, даже на Роме Желуде Я, конечно, не думаю, почему мужские вещи здесь В известных нам магазинах Я вот не понимаю, почему здесь коллекции На, примерно, ну, на год вперед Опережают коллекции, которые придут к нам в Россию Только через 12 месяцев Это ад Для любителей всякой фигни, для яблочных устройств Здесь есть собственная горбушка Йоу Слава богу, что у меня закончилась мания по всяким вот таким вот личностям Потому что, блин, раньше у меня дома было столько хлама Теперь это все Господи, как круто Все стоит совершенно недорого И вот Рома уже превратился в модного чувака Сходив всего лишь в один торговый центр Учитесь, йоу Закрытые пакеты всегда круто, особенно, когда играет дипло Кого я вижу? Привет, малыш Привет, маленький Ой Только что позвонил подруге, и у нее на звонке вообще какой-то ад Поэтому теперь Рома постоянно воет Моими друзьями никогда не смогут стать замкнутые люди И люди, которые носят кроксы Вот сейчас наступит мой любимый момент Потому что я безумно люблю обезьян Они очень смешные И в экскурсию, на которую я сегодня поехал Здесь они, собственно, есть Их можно покормить Но на самом деле их нельзя кормить А Рома просто в нагло взял и украл банан кое-кде Поэтому сейчас будет очень смешно Очень страшно, если честно, я помню, когда я в прошлый раз на этом же острове Вон, пойдем к царю, который один там Блин, мне страшно, у меня в кармане бананы Смотри, чешутся, чешутся Ой, ой Что за пиписька у них? Какой ужас Что ты делаешь-то, а? Блин, эти обезьяны, это просто ад, если честно Они прям, смотрите, о-о-о, дааааа Окей, я достаю банан Очень страшно Ну, ну, блин, знаете, обычно они Слушай, ну драчунуто можно, банан Это очень опасно, потому что сейчас они начнут на меня все смотреть Жалко, что их нельзя гладить Мне кажется, что они реально очень дикие Они же правда похожи на детей, нет? Или на крыс? Как маленькие дети какие-то глупенькие. Это очень страшно, если честно. Он может просто взять и выхватить мой телефон. Привет, смешнуля. Какой глупый маленький дебил. Типец. Передай привет моим русским поклонникам, давай. Скажи что-нибудь. Ну он так же как я любит пожрать, поэтому ему не до разговоров. Малыш. Страшно, что они могут даже на голову прыгнуть, если честно. Какого можно жрать? Я тебя спалил. Страшно, если честно. Я же типа банан дал, чего-то. Какой вопрос? Если честно, так посмотришь на какие-то огромные звери и не поверишь, что вообще такие существуют. Какая-то жизнь вообще. Блин, вы просто обязаны сюда приехать. Френдс Форевер Форст. Вот она, настоящая дружба. А зачем еще нужны друзья? Они прям реально похожи на людей, это даже страшно. Я не могу в это поверить. Ну ты чего здесь сидишь один Форевер Лоун? А? Знаешь Ромужоу, да? Ладно, все понятно. Мальчики злобные. О, какой малыш, одинокий. Одинокий волк. Расскажи мне, ну как ты сюда попал? Паспорт собрали, да? Примерно вот в таком положении я сижу, когда мне очень грустно. Я сижу в своей комнате и снимаюсь полной хернией. Я тоже умею делать такие глазки. У вас было такое, когда вы смотрите на животное в зоопарке там или где-то еще, и просто не понимаете, как оно вообще сознано, как оно двигается и вообще что это такое? Что это за существо? Ведь это так далеко от нашей человеческой жизни. Вот. Так для меня это животное, это наверное обезьяна и страус, потому что я совершенно не понимаю, как они вообще созданы и зачем, и как они передвигаются. Вот. Поэтому, ну вот видите, все прям вот сюда зырят, зырят, но мне плохо. Ради вас все. Поэтому обязательно напишите в комментариях внизу животное, которое вас пугает. Если вы не напишите, то вы сами будете животными. Понятно? Ну-AY О Touch. Оwa. Оk. овой. Ф소 República. Фом ber similar. Опер ω. Извесэр. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok